5 класс, 35 серия. Решение задачи. Задача первая. Число увеличили в 4 раза, затем уменьшили на 13. И получилось число на 14 больше задуманного. Какое число было задумано? Давайте это число обозначим за х. Х умножить на 4. Увеличили в 4 раза, затем уменьшили на 13. И получилось число, которое на 14 больше задуманного. Осталось решить это уравнение. Можно вычесть х и слева, и справа от знака равенства. Тогда слева будет 3х минус 13. Это равняется 14. Значит, 3х – 27, а х в 3 раза меньше, чем 27. х равен 9. Было задумано число 9. Задача вторая. Число отсутствующих 1 седьмая от числа присутствующих. Допустим, рассматривается школа небольшая. После того, как из школы вышли двое, число отсутствующих стало равно 1 пятой числа присутствующих в школе. Сколько всего учеников в этой школе? За х обозначим число присутствующих. Сначала было х, потом двое вышли. Значит, на 2 увеличилось число отсутствующих. Так, число отсутствующих. Сначала это была 1 седьмая часть, потом стало больше на 2, потому что двое вышли. Так, и вот если сравнить, то получится, что число присутствующих в 5 раз больше, потому что число отсутствующих – это 1 пятая часть. Значит, число отсутствующих надо умножить на 5, и тогда получится число присутствующих после того, как вышли двое. Так, осталось решить это уравнение. Можно обе части равенства умножить на 7, и левую, и правую. Так, здесь будет 7х минус 14. Так, здесь надо сначала раскрыть скобки, домножить каждое слагаемое на 5, а потом умножить на 7, и будет 5х плюс 70. Теперь слева и справа от знака равенства надо вычесть 5х. Тогда останется 2х слева, и находим затем значение х. х равен 42. Так, а сколько же всего учеников в школе? Это число присутствующих, и еще надо прибавить 1 седьмую часть. Это отсутствующие. Значит, всего в этой школе 48 детей. Так, задача третья. В клетке куры и кролики. У них 25 голов и 80 ног. Сколько кроликов в клетке? Значит, у кур по 2 ноги, или 2 лапы. У кролика 4, если 25 голов. Ну, по 2 ноги есть у кролика и у куры. Значит, 2 умножаем на 25. 50. Вот если бы у всех было по 2, то ног было бы 50. По условию задачи ног 80. Значит, вот эти лишние ноги принадлежат кроликам. То есть у каждого кролика еще по 2. 30, если разделить на 2, получится 15. Значит, было 15 кроликов. На площади собрались жители острова, рыцари и лжецов. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. Каждый заявил, среди вас 5 рыцарей. Сколько рыцарей было на площади? На площади могли быть одни лжецы. Такой вариант возможен. И все говорят неправду. То есть 0 рыцарей. Только лжецы на площади. Одного, двух, трех, четырех и пяти рыцарей быть не может. Потому что получится, что рыцарь говорит неправду. А вот 6 возможно. Один из шести рыцарей говорит, среди вас 5 рыцарей. И он говорит правду. Больше 6 не подходит. Итак, ответ на площади может быть 0 или 6 рыцарей. Задача пятая. Какой кубик А, Б или С можно сложить из данной развертки? Слева на картинке развертка куба. Надо подумать и сказать, какой кубик складывается А, Б или С. Так, давайте рассмотрим все предложенные варианты. Кубик А. Верхняя грань 6. Надо начинать с верхней грани. 6 верхняя грань. Значит, боковая грань 1. Вот это будет линия сгиба. Это ребро куба. И боковая грань 3. Вот таким образом образуется ребро куба. А теперь, если представить, что кубик складывается вот так, что 6 наверху, а боковые грани 1 и 3, то понятно, что здесь должна быть единица, а здесь тройка. То есть эти грани надо поменять местами. Тогда получился бы возможный вариант. Итак, А не подходит. Так, точно так же рассматриваем варианты В и С и убеждаемся в том, что кубик В можно сложить из данной развертки, а кубик С невозможно. Здесь точно так же боковые грани 2 и 4, если бы поменяли местами, то это было бы возможно, а так нет. Итак, из данной развертки можно сложить кубик В.